Уилл Смит – американский актёр, режиссёр и хип-хоп-исполнитель. Номинант двух премий «Оскар», пятикратный номинант «Золотого глобуса», обладатель премии «Грэмми». В 2008 году Уилл Смит возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых актёров Голливуда, заработав за год 80 миллионов долларов. Смит стал первым актёром в истории Голливуда, чьи 9 фильмов подряд собрали в прокате более 100 миллионов долларов США каждый. В этом видео мы расскажем о самых выдающихся высказываниях Уилла Смита. «Я живу прекрасной жизнью, и я хочу ей поделиться. Я люблю жить, и я думаю, это заразительно. Это то, что нельзя подделать. Величие присутствует в каждом из нас. Величие – это невеликолепное, тайное, иллюзорное, божественное состояние, которое только избранные среди нас когда-либо смогут испытать. Величие истинно существует в каждом из нас. Это то, во что я верю и готов за это умереть. Точка. Это просто. Я знаю, кто я и во что я верю. И это главное, что мне надо знать. И я думаю, что часто бывает так, когда мы сами усложняем ситуацию, мы ищем сложности. Должно же что-то быть сложным. Это не может быть так просто. Да может. Я не вырос с мнением, что где я был – это место, где я останусь. Я вырос с убеждением, что отправная точка моего пути почти не играет роли, потому что все мы в процессе развития себя как личности всегда становимся чем-то более великим. Нет короткого пути к успеху. Разница между талантом и навыками часто не воспринимается людьми, которые пытаются преуспеть, имеют мечту и хотят что-то совершить. Талант дается с рождения. Навыки приобретаются только часами. Часами и часами упорных усилий. Я никогда не считал себя талантливым. Я преуспеваю благодаря сумасшедшим отвратительным усилиям. Когда другие спят, я работаю. Когда другие едят, я работаю. Я осознал очень молодым, что нет легкого пути в жизни. Без разницы, насколько ты талантлив. Твой талант загубит тебя, если ты не имеешь необходимых навыков. Если ты не учишься, если ты не работаешь действительно упорно и не посвящаешь себя становлению лучше каждый день, ты никогда не сможешь стать успешным. Единственная вещь, как я считаю, которой я совершенно отличаюсь, я не боюсь умереть на беговой дорожке. Ты, возможно, талантливее меня, ты, возможно, умнее меня, ты, возможно, сексуальнее меня, ты, возможно, лучше меня по всем категориям, но если мы выходим на беговую дорожку вместе, есть два варианта. Ты сдаешься первым или я умру. Ты меня не превзойдешь. Это очень простая основная концепция. Большинство людей не достигают того, чего они хотят, потому что они потерпели поражение и не продолжают совершать новые попытки. И таким образом теряют важнейшие возможности. Я постоянно говорю, если ты всегда в состоянии готовности, тебе не приходится готовиться. Клади по одному кирпичу за раз. Однажды летом, когда мне исполнилось 12 лет, мой отец снес каменную стену и сказал мне и моему девятилетнему брату восстановить ее. Поставленная задача казалась невозможной. Это заняло у нас полтора года, но мы это сделали. И отец сказал, я не хочу, чтобы ты когда-либо мне говорил, что есть что-то, что ты не можешь сделать. Не пытайся построить стену. Не заявляй, я построю самую большую стену, которую когда-либо строили. Все начинается не так. Говори вот что. Я положу этот кирпич настолько идеально, насколько кирпич может быть положен. И ты делаешь это каждый день. И скоро стена будет воздвигнута. Трудно сделать первый шаг, когда смотришь, насколько велика задача. На самом деле задача не является большой, потому что это всего лишь один кирпич за раз. Определись со своими приоритетами. Если ты определишь свои приоритеты, все станет очень просто. Тебе не надо будет каждый раз принимать решение, что делать, потому что у тебя уже есть решение. Страсти и эмоции всегда дадут тебе неправильный ответ. Так что если ты определишь приоритет, вопрос выбора не будет являться для тебя проблемой. Сосредоточься на изменении мира к лучшему. У моей бабушки была всегда идея о том, что если ты здесь, ты обязан изменить мир к лучшему. Она говорила о духовной ответственности, о том, чтобы делать окружающих тебя людей лучше. Я хочу быть успешным. Я хочу, чтобы мир стал лучше, потому что я здесь был. Я хочу, чтобы моя жизнь, работа и семья что-то значили. Если ты не делаешь чью-то жизнь лучше, ты зря тратишь свое время. Твоя жизнь станет лучше, если ты делаешь лучше жизнь других людей. Ты должен верить. Первый шаг, прежде чем кто-либо в мире в это поверит, поверить в это должен ты. Я считаю нелепым утверждение, что существует какое-то качество, которым все успешные люди должны обладать. Ты должен верить, что что-то другое, новое может произойти в сравнении с тем, что происходило последние 50 миллионов лет. Конфуций говорил, тот, кто считает, что он может, и тот, кто думает, что не может, чаще всего оба правы. Нет ничего нереального. Быть реалистом – это самый простой путь к заблуждению. Зачем быть реалистом? В чем смысл быть реалистом? В ту секунду, когда я принял решение, это уже сделано. Осталось только дождаться, чтобы остальные это увидели. Это нереально – войти в комнату, щелкнуть выключателем и свет загорится. Это нереально. К счастью, Эдисон так не думал. Это нереально – согнуть кусок металла и человеку перелететь через океан, находясь внутри этого куска металла. Это нереально. Однако братья Райт считали по-другому. Мне кажется, это такая глупая мысль – верить в то, что это не произойдет, что это нереально. Наши мысли, чувства, мечты и идеи материальны во вселенной. Если мы о чем-то мечтаем, что-то представляем, то мы вовлекаем себя в это. Это физическая тяга к реализации, которую мы можем послать во вселенную. Вселенная не представляет собой нечто, что управляет нами. Мир, люди, ситуации – это то, что нами командует. Мы делаем вселенную тем, чем мы хотим, нашими желаниями. Принятие решения обладает обратной силой. Вместо того, чтобы чувствовать, что ты под влиянием вещей, которые происходят, Прими решение. Просто реши, что будет, кем ты будешь и как ты это сделаешь. Просто реши. И с этого момента вселенная уберется с твоей дороги. Словно вода, она обойдет тебя. У вселенной существует течение, и я научился следовать ему. Надо по-настоящему сфокусироваться. Я осознал, чтобы добиться успеха определенного уровня, сложно делать разные дела. Нужна отчаянная, навязчивая, полная концентрация. Тебе надо по-настоящему сфокусироваться всеми своими клетками, всем сердцем, задействовать все свое творчество. Атакуй свои страхи. Я мотивирован страхом перед страхом. Я ненавижу бояться что-либо сделать. Я думаю, в моем прошлом развился такой настрой. Я перестал бежать от своих страхов и начал двигаться навстречу тем вещам, которых боюсь. У каждой проблемы есть решение. Было так много людей, которые жили и умерли до тебя. У тебя никогда не будет новой проблемы. Кто-то уже написал ответ в какой-нибудь книжке. Все, что тебе нужно знать, уже пройдено другими людьми и описано. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.